Продукты, напитки и рецепты отваров, улучшающих работу желудка. Продукты, напитки и отвары могут оказать положительное влияние на работу желудка. Они помогают улучшить пищеварение и общее состояние органа. Вот некоторые практические советы, которые помогут вам поддержать здоровье желудка. Употребляйте пищу в маленьких порциях и регулярно. Это поможет уменьшить нагрузку на желудок и облегчить пищеварение. Избегайте переедания и употребления тяжелой и жирной пищи. Отдавайте предпочтение легким нежирным продуктам. Включите в рацион пищу, богатую клетчаткой, такую как фрукты, овощи и цельные злаки. Клетчатка помогает улучшить перистальтику и предотвратить запоры. Пейте достаточное количество воды, чтобы поддержать уровень гидротации организма и облегчить пищеварение. Употребляйте зеленый чай, который может способствовать улучшению пищеварения и снижению воспаления в желудке. Не забывайте, что каждый организм индивидуален, поэтому рекомендуется консультироваться с врачом или диетологом, прежде чем вносить изменения в свой рацион. Вот несколько рецептов отваров, которые могут быть полезны для желудка. Ромашковый отвар. Возьмите 2 чайные ложки сушеных цветков ромашки и положите в кастрюлю. Кастрюлю. Залейте 2 чашки кипятка и оставьте настаиваться в течение 10-15 минут. Процедите отвар и добавьте немного меда для улучшения вкуса. Пейте по пол чашки отвара перед едой для снятия воспаления и успокоения желудка. Имбирный отвар. Нарежьте свежий имбирь на тонкие ломтики, примерно 2 см. Положите имбирь в кастрюлю, добавьте 3 чашки воды и поставьте на огонь. Доведите до кипения и варите на слабом огне в течение 10-20 минут. Охладите отвар и добавьте немного лимонного сока и меда по вкусу. Пейте по пол чашки отвара после еды для снятия вздутия и улучшения пищеварения. Мятный отвар. Возьмите 1 столовую ложку сушеной мяты и положите в кастрюлю. Залейте 2 чашки кипятка и оставьте настаиваться в течение 10-15 минут. Процедите отвар и добавьте немного меда для приятного вкуса. Пейте по пол чашки отвара перед или после еды для облегчения желудка и снятия дискомфорта. Не забывайте, что перед применением рецептов лучше проконсультироваться с врачом или натуралопатом, особенно если у вас есть какие-то заболевания или проблемы с желудком. Продолжение следует...